Противостояние Лукако и Кейна Мы не должны терять концентрацию, если будет играть Кейн. Мы должны четко понимать, как защищаться против этого игрока. Нам нужно пресекать передачи на Кейна, потому что как только этот футболист получает мяч, он может завершить все опасным моментом. У Кейна потрясающая статистика, и с ним играют множество футболистов, которые могут сделать на него хорошую передачу. Кроме того, в их команде есть Хон Мин Сон, который также представляет большую опасность. Но в то же время в нашей команде вместе с Лукако также есть множество игроков, которые могут доставить сложности соперникам. В конце концов, важнее всего командный вклад. Так было всегда. Перед следующим матчем у вас было на два дня больше на подготовку, чем у ваших соперников. Считаете ли вы это сильным преимуществом? Это хорошо. Мне это нравится, потому что у нас был один полноценный выходной, после чего мы приступили к тренировкам. И у нас было больше времени на то, чтобы подготовиться физически и тактически, чтобы в следующем матче реализовать то, что мы действительно хотим сделать. И мне это очень нравится. Такая возможность выпадает нечасто. И это хорошо для нас, но я не считаю это большим преимуществом. Если обратиться к статистике прошлых лет, то нельзя сказать, что команда, которая отдыхала на два дня больше, обязательно имела преимущество. Это зависит от многих факторов. Но лично для нас было хорошо иметь эти дни. Мы можем играть лучше, но мы та команда, против которой сложно играть. Намного легче добиваться результата и играть лучше, чем играть хорошо, проигрывать и терять импульс. Конечно, нам легче, потому что мы побеждаем. Победы сильно помогают. Они создают хорошую атмосферу. Они помогают сохранять спокойствие, добавляют уверенности. И все это помогает. Я чувствую, что все в нашей команде понимают, что мы можем играть лучше. Это не значит, что сейчас мы плохи. Это значит, что нам есть куда расти. Я считаю, что сейчас у нас хороший период. Но в то же время мы должны принять, что все команды меняются. В прошлом матче мы играли против Астанвиллы, которая впервые за долгое время поменяла схему. И они играли с фантастической отдачей. С точки зрения результатов, у нас хорошая серия. Так что все команды, с которыми нам предстоит играть, хорошо готовятся. Нам нужно к этому адаптироваться. Потому что от такого легче не становится. Не скажу, что это наша ошибка. Скорее, это то, что мы заслужили. Теперь мы должны искать решение. И это именно то, что мы делаем. Мы можем быть той командой, которую сложно обыграть. И мы хотим быть той командой, против которой никто не захочет играть. Ни в одном из турниров. Того же мы ждем и завтра. Видео переведено и озвучено специально для канала SportUA. Подписывайся и жми колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. Подписывайся и жми колокольчик.